Привет, просветители! Давно что-то депутаты, забытые актрисы и просто взволнованные товарищи не учили нас жизни. Исправляем это досадное недоразумение. Сегодня поговорим о месте женщины и мужчины, об абортах, злом западе и о куклах. С низкой социальной ответственностью. Это не я придумал. Да, вы правильно догадались. Сегодня мы снова выберем главную кринжульку прошедшей недели. Ну, чисто технически я ее уже выбрал. Ну, в общем. Минутка полезнейших лайфхаков. Делюсь бесплатно, чист по доброте душевной. Знатоки из запрещенной граммы уже в курс подобными инсайтами запустили. А тебе мало кто вспоминает и твоя карьера переживает не лучшие времена? Новых ролей нет и не предвидится? Просто сказани в интервью какую-нибудь дичь. И ты снова в инфополе. Работает безотказно. Но есть один нюанс. Говорить нужно либо о здоровье. Не беда, что у тебя нет медицинского образования. Кому оно сейчас нужно? Либо о нравственной чистоте общества и традиционных ценностях. Ничего страшного, что буквально несколько лет назад ты популяризировала своими ролями образы далекие от домостроя и, как раньше, ну, знаете, жена, изменяющая мужу. Не важно, что твоя семейная жизнь совершенно не сочетается с тем, к чему ты призываешь. Главное показать, что ты точно знаешь, как жить другим. И в чем причина всех проблем. Звучит достаточно знакомо, согласитесь. Но есть один очень важный момент. Чтобы в итоге остаться в плюсе и завоевать титул дама с легким прибамбахом или господин с чудинкой, а не враг народа, выбирать нужно максимально далекого и безопасного противника, который тебе точно не ответит. Аниме, фури, радуга, мороженое, слово толерантность. Так, это спойлеры. Лего, кукла Барби. Знакомые нотки не находите? Барби с рынка вместе с компанией Мотел надо убирать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ, экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ, сказала депутат Мария Бутина в интервью парламентскому каналу Дума ТВ. Мы с вами в прошлом году эту новость уже обсуждали. И вот неделю назад выходит сиквел. Во всем виновата Барби. Возвращение. Есть еще один немаловажный момент. Барсунам за «как раньше» и «по природе» постоянно необходимо повышать ставки. У общества вырабатывается своеобразный иммунитет на трэш-заявления. Просто повторять одни и те же тезисы из раза в раз не получится. Поэтому если в прошлом году Бутина обвинила куклу в «завозе радуги», в этом сторонникам традиционных ценностей приходится практически материться в интервью. Ну, чтобы никто не сомневался, что у тебя внутри все прям клокочет от негодования. Ух! Наша сегодняшняя героиня и борцунесса с Барби Ольга Будина. Были куклы, которые могли ходить, но это все равно были пропорции двухлетнего ребенка, трехлетнего, ну скажем так, до пяти лет, допустим. Ну, не шлюхи. Каковой является Барби? Знакомьтесь, женщины с низкой социальной ответственностью. Вот они, гулионы. Барби-медсестра, Барби-окулист, Барби-стоматолог, Барби-повар, Барби-художник, Барби-учитель. Ну, вы поняли, продолжать можно долго. Вообще, мыслительная цепочка выстраивается довольно веселая. Если Барби-это практически проститутка, Ольга, простите, использую другое слово, мы с вами все-таки на несколько разном уровне речевого этикета. Ну и факт чекинга, как оказалось. Так вот, раз Барби изображает развратниц, просто потому что она не пупсик, можно предположить, что по логике Будина и все дамы, того. Уважаемые учителя и врачи, у меня для вас плохие новости. А уж для ваших мужей и подавно. Ольга вас раскусила. Тогда возникает вполне логичный вопрос. А вы-то, Ольга, кого в таежном романе изображали? Следующий момент. А можно, пожалуйста, озвучить весь список характеристик, которыми должны обладать женщины, чтобы прослыть гулящими? Потому что изначально Барби никому не изменяет. В отличие от героинь Будиной. Никому никакие сексуальные услуги не оказывает. Он даже детей лечит. Ольга, а может быть сначала нужно было внутреннюю мизогению проработать, а потом уже на интервью с умным, ну или как обычно, видом подобные мысли озвучивать. Вот как по мысли Будиной выглядит гулящая женщина. А вот как выглядела Ольга. Может быть актрисе словарь подарить? Потому что есть ощущение, что она употребляет слова, значения которых не особо понимает. Любая красивая девушка, та еще. Так и запишем. Вот реально, объясните, где в словах Будиной хоть какая-то логика? Зачастую у Барби есть муж, дети, работа. Ольга, а у вас-то муж есть? Простите, пожалуйста, за бестактные вопросы. Просто я правда пытаюсь понять, почему вот это разврат, а это птица другого полета. Не, ну правда интересно. Вот и все. Как только мы убрали из игрушек для девочек ребенка, а подсунули Барби, напоминающую кого угодно, но только не ребенка, мы подсунули тут же другую модель поведения. Ольга, вы знаете, сколько девушек в нашей стране в 90-е играли с Барби? Ну или подделками Барби. И что? Все в итоге плохие матери? Ни о ком не заботятся? То есть она изначально формирует качество мамы, это кукла. Все Барби сделаны по принципу безнравственной молодой девицы. Как вы сказали, с пониженной социальной ответственностью. Возвращаемся к нашим баранам. Что в этом безнравственного? Ольга, вы явно уже не школьница. С таким опломбом интервью раздаете. Ваше мнение для кого-то важно. Наверное. И что? Вас в театральном вузе на культуре речи ничему не научили? Вы правда не знаете значение слова «все»? Тогда вы либо безграмотны, ну раз не понимаете, что «все», это значит 100%. А я сегодня массу примеров этих безнравственных девиц привел. Так что уже никак не все. Второй вариант – Ольга сознательно врет. Потому что обращать внимание только на Барби в купальнике, ну, немного странно. Это как если бы я заявил, что все женщины занимаются подменой фактов, основываясь только на одном интервью Ольге. Третий вариант – Бутин без стеснения говорит на темы, в которых ничего не понимает. Мне хватило буквально 10 секунд, чтобы найти просто толпу фотографий максимально скромных кукол. Если Ольга не знала об их существовании, то тогда, может быть, и рот с подобными громкими заявлениями не стоило открывать. Очень жду лекцию от Ольги на тему «Как определить гулящую женщину» на примере Барби-спасателя. Или кто она? Барби-пожарник. Это образ, по которому изначально создавалась кукла Барби. Для чего? С очень простой целью. Невозможно разрушить государство, где крепкая семья. А крепкая семья – это всегда нравственная камертона. Я даже не знаю, стоит ли мне рассказать нашей актрисе, что изначально Барби появилась в Америке и была рассчитана именно на внутренний рынок. А уж никак не на Россию с традиционными ценностями. Или американцы свое государство пытались разрушить. Опять эти хитропопые янки решили отморозить себе уши на злом о... Ээээ... Путину и Будиной. А давайте сделаем Барби максимально популярной в нашей стране, что в конечном итоге и разрушит ее. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чтобы потом и россиянам эту бомбу замедленного действия подсунуть. Ну как? Хорошая идея. Естественно, высказывание Будиной про Барби можно было бы и пропустить. У нас тут в Лего пропаганду находили. Но обычно крики «Она проститутка»… Ольга, заметили? Обычно. Обычно – это не всегда. Так вот, достаточно часто подобные исследования игрушек идут рука об руку с требованием поставить женщин на место. Ну, если красивая и успешная женщина тут же переходит в разряд «Олег, ваш выход». Бутана, 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 ночная бабочка, ну кто же виноват? То логично предположить, что их нужно вернуть назад. В семью. Начала Ольга вроде как за здравие. «Никто из моих коллег, которые выступают против абортов, не говорит, что нужно просто запретить и все. Это целый пакет мер по поддержке женщин, по профилактике абортов. Это большой проект, и нам нужно этот путь начать. У нас грандиозная демографическая яма, и здесь необходимо межведомственное взаимодействие». Профилактика абортов. Наверное, доступные средства контрацепции, повышение половой грамотности молодежи. Но мы же с вами знаем, что здесь не про это. То, что аборты на законодательном уровне будут запрещены, я думаю, мы к этому безусловно придем. «Мы заставим тебя родить нежеланного ребенка, но зато подарим грамоту или беседу со священником устроим». «Аборты никаким образом не могут способствовать здоровью женщины и продвижению семейных ценностей». «Ольга, врач вы наш великий, без диплома. А беременности роды точно здоровью женщины способствуют? Я вас лично могу познакомить с девушками, которые последствия тяжелейших родов до сих пор пожинают». «Вторая часть предложения еще лучше». Понимаете, аборты не способствуют продвижению семейных ценностей. Вау! «Ирина, ты почему от аборта отказалась?» «Я поняла, что мои действия не способствуют развитию традиционных ценностей». «Какая ты молодец!» «Самый реальный диалог в истории». «Интересно, а наш доморощенный акушер-гинеколог понимает, что женщины, которые решаются на подобный шаг, явно в данный момент не о традиционных ценностях размышляют?» «Ольга, вы против абортов?» «Так просто не делайте аборт!» «Я бы, конечно, мог спросить, знает ли Будина, к чему приводит запрет абортов?» «Но мы уже ее спич о Барби слышали». «Иногда актерам все же лучше говорить по сценарию». «Друзья мои, Ольга, интернет все еще доступен. Просто набираете пальчиками. Прям вот так, не бойтесь. Клавиатура выдержит. В поисковой строке «Последствия запрета абортов». И читаете. «У нас есть опыт, когда с 1936 по 1955 год аборты были запрещены, а гибель женщин подпольных абортов была чудовищной. Рождаемость увеличилась? Нет». Говорит нам член-корреспондент РАН Виктор Родзинский, один из самых известных акушеров-гинекологов страны. Можете почитать статью на досуге. «Но у нас же есть Ольга Будина, которая, правда, в интернете картинку Барби найти не может, но зато про запрет абортов рассуждает. Светила гинекология не иначе. С другой стороны, у Ольги, в принципе, весьма интересные воззрения». «Необходимы ли отношения половые до свадьбы? В наше время это считалось неприличным. Давайте посмотрим, к чему это все можно привело страны Западной Европы. Страны Западной Европы вырождаются. Их заселяют мусульмане, арабы. У них запрещена свободная любовь. И у них много детей. Во Франции и Германии происходит замещение коренного населения мигрантами». Интересно. А вот у Ольги и подобных экспертов не возникает вопросов, а почему это люди так активно бегут из тех стран, где запрещена свободная любовь. Не кажется ли странным, что в государствах, где женщина активно вовлечена в общественную жизнь, экономика на несколько ином уровне? По сравнению с теми государствами, где у мамы те самые вожделенные 10 детей. Слышала ли Ольга про второй демографический переход? Вопрос, конечно, риторический. Но вот нам новость на прошлой неделе подоспела. К чему может привести жизнь по традициям? Верховный лидер движения «Талибан» запрещено в Российской Федерации. Заявил о том, что вскоре афганских женщин начнут наказывать за прелюбодеяние, забиванием камнями до смерти. Скоро мы введем наказание за прелюбодеяние. Мы будем публично пороть женщин, мы будем публично забивать их камнями до смерти. Зато никогда мы с низкой социальной ответственностью. Давайте посмотрим, как госпожа Будина в прошлом году перед подростками выступала. Мне аж приятно стало, как молодежь на ее речь реагировала. «Талибанки курят, вот штук, она надевает мужской пиджак, и такая она вся эмансипированная». Сказала Ольга в пиджаке. «Для чего они это сделали? Для чего они стали внушать женщину, что ты тоже человек?» «Потому что женщина тоже человек, как вариант?» «Ну, неполноценный, конечно, так, серединка наполовинку». «Ты смелая, ты красивая, ты самая лучшая, ты крутая. Почему ты сидишь дома и варишь борщи, и стираешь мужни на носки? Иди, делай карьеру. Ты вообще, ты, значит, не будь серой, будь разноцветной, будь яркой». Не, соглашусь с Ольгой. Уж с какой. Давайте лучше девочкам с детского сада внушать. «Будь серой. Ты не смелая, не интересная. Твоя главная цель – быть домработницей». «Ммм, совсем другое дело». «Вот возьми от жизни все, ты сможешь, вперед». «Ты не сможешь, назад». «Так приятно женщин вдохновлять». «Ишь, а теперь посмотрите, вот если вы просто подниметесь, посмотрите, что они сделали. Они заполучили вторую часть населения налогоплательщиков. Потому что раньше налоги платили только мужчины, как работающие. А женщина не платила». «И не имела особо прав. Но зато налоги не платила. Они обложили налогу в вторую часть населения, женскую. Они обогатились. А женщина, так как она на работе, отдала своих детей куда? В Ясень, в детский сад и в школы. И детей стало воспитывать государство по законам рыночной экономики. И таким образом, что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас все, что происходит там». Согласитесь, как было здорово, когда детей в основном воспитывали дома. Помните это замечательное средневековье? А уровень медицины в тех странах, где женщина все еще нос из дома высунуть не может? Ну и да, крестьянки, уважаемая Ольга, работали еще как. Но я, конечно, понимаю, всем хочется представлять себя Татьяной Лариной, а не Найской дочкой кузнеца, которая умерла во время седьмых родов в 25 лет. А если вы откроете учебник истории, то узнаете, что в том же Петербурге в 19 веке женщины тоже работали. Только условия были совершенно другие. А еще, знаете, Ольга, чего эти ужасные «ОНИ» добились? Вы имеете право сидеть с микрофоном и высказывать свое мнение, вместо того, чтобы подружке на кухне весь этот поток сознания озвучивать. Ну что, спасибо вам, феминистки, за Ольгу Будину. Ну и опять безумно приятно, как в очередной раз вся история Советского Союза под снос. Когда дети говорят, родители не нужны. Женщина умеет работать, носить джинсы. Для чего? Для чего? Вы работаете? Для себя. Вы же работаете? Я работаю. Вы не было тогда возможности. Мои дорогие, я не говорю о том, что женщина не должна работать, я же не сумасшедшая. Эээ, хорошо, поверим на слово. Но справочку все же предоставьте. Я говорю о том, что женщина, ну, хорошо было бы, если бы она на первое место ставила семью, а работала бы в свободное от своих семейных, женских и материнских дел. Ольга, а я говорю, что было бы хорошо, если бы вы перед тем, как вещать что-либо, со статистикой ознакомились. А сколько у нас средняя зарплата в регионах? А сможет ли один мужчина прокормить семью? И да, Ольга активно поддерживает наше правительство. А значит, должна понимать, что никаким образом семьи не получат достаточно денег, чтобы женщина могла работать только для своего удовольствия. Ольга, к чему все эти разговоры? Просто посотрясать воздух? Вы правда не знаете, куда уходят все деньги в нашей стране сейчас? И не понимаете, что нет никакой возможности, чтобы абсолютное большинство женщин просто занимались детьми и домашним хозяйством? Потому что оба родителя должны выполнять функцию ломовой лошади, чтобы хоть каким-то образом обеспечить жизнь одного ребенка. Мы не говорим вообще о многодетных семьях. Вы правда этого не знаете, вы это не понимаете, к чему все эти разговоры, вот было бы замечательно. Но так не замечательно. Никаких перспектив для этого нет. Вы вообще можете представить, сколько денег нужно вбухать вот в эту вот вашу мечту, чтобы мужчина работает, он добытчик, а женщина домашнего очага? В условной Самаре, в Смоленске, в Вязьме, где почти все население каждый день в Москву отправляется на заработки, потому что работы тупо нет. И мужчины, и женщины. И вовсе не потому, что девочки играли в Барби, а потому что иначе просто не проживешь. Ну это вам я говорю, как человек, который не только в Москве пожил за свою жизнь. Но Ольга вот нас рассуждает, как было бы здорово, и вообще вот женщина не работает, только по желанию, семья. Ну да. Не, это реально можно организовать. Ну просто большинство из семей будет за гранью нищеты. Особенно если детей несколько. Вот я хочу, чтобы лето не кончалось, и чтобы женщины были дома и занимались детьми. Ну тогда же вы должны понимать, что для этого государству нужно финансы в совершенно другие вопросы вкладывать. А еще, конечно, хотелось бы, чтобы Ольга подумала, а что произойдет с российским образованием и медициной, если женщины последуют ее советикам и начнут работать в свободное от семейных вопросов время. А, хотя с другой стороны, ей же школу не нравится, надо дом детей всему учить. Ну тогда, в принципе, норм. В общем, не знаю, есть ли у Ольги актерские награды, но Кринжулька недели заслужена ее. Награда нашла своего героя. Эээ, простите. Героиню. Геройку. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Все записи стримов именно там. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok